Уважаемые дамы и господа, мы провели хорошие переговоры с моим латвийским коллегой Эдгарсом Ренкевичем, обсудили повестку дня в отношениях России и Евросоюз с учетом того, что в первой половине 2015 года Латвия председательствует в Совете ЕС, обсудили и проблематику наших двусторонних отношений. Мы надеемся, что первая латвийская вахта в Евросоюзе будет способствовать преодолению тех проблем, которые сейчас существуют в отношениях между Россией и ЕС, будет способствовать снятию искусственных препятствий на пути взаимодействия и на пути решения тех вопросов, которые представляют взаимный интерес для России и стран Евросоюза. Мы заинтересованы в полноформатном взаимодействии с Брюсселем и всеми странами Евросоюза, естественно, исключительно на партнерской, равноправной, взаимовыгодной основе. Считаем, что возможности для этого существуют. Для этого необходимо действовать последовательно, отказываться от двойных стандартов по различным вопросам, включая правозащитные, гуманитарные. И я убежден, что бесперспективны попытки изолировать Россию теми или иными способами, поскольку партнеров в России достаточно. Но, подчеркну еще раз, мы искренне заинтересованы в сохранении и укреплении стратегического характера наших отношений с Европейским Союзом. Будем делать все для того, чтобы на основе баланса интересов находить решения, задачи, которые нас объединяют, и преодолевать проблемы, которые возникли не по нашей инициативе. Разумеется, мы коснулись и кризиса на Украине, который был использован в качестве причины для замораживания Брюсселем многих направлений сотрудничества. Подробно обменялись мнениями о причинах нынешнего кризиса, о перспективах его преодоления, о тех усилиях, которые могут предпринять внешние игроки в том или ином формате. По убеждению России, при всей важности различных внешних и международных форматов, главным является начало подлинного, прямого, общенационального диалога по конституционной реформе с участием всех регионов, всех политических сил Украины с тем, чтобы достичь национального примирения, а через национальное примирение достичь национального согласия о том, в каком государстве все украинцы будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Мы подтвердили нашу заинтересованность в развитии сотрудничества по двусторонней линии с Латвийской Республикой на основе принципа взаимоуважения и добрососедства. Мы считаем, что долгосрочным интересом наших странонародов отвечало бы перевод взаимодействия в нормальные русла, не допущение того, чтобы это взаимодействие отягчалось искусственно привнесенными факторами. Убежден, что для этого есть все необходимые предпосылки. У нас очень хороший потенциал в торгово-экономической сфере. Товарооборот за прошлый год, за 13-й год, простите, время бежит. За 13-й год составил более 11 миллиардов долларов, а за 10 месяцев прошлого года он увеличился еще на 30 с лишним процентов. Очень хорошие перспективы и у приграничных и региональных связей. Кстати, мы отметили, что в отношениях между Россией и Евросоюзом программы приграничного сотрудничества, которые успешно реализовываются, готовятся к продлению до 2020 года, в том числе и программы приграничного сотрудничества между Россией и Латвией. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние отношения не омрачались некоторыми заявлениями отдельных политиков, которые пытаются создавать конфронтационную атмосферу. Это не способствует реализации практических проектов в разных сферах, в интересах наших граждан. Привлекли мы внимание и к ситуации с российскими соотечественниками, которые живут и хотят жить в Латвии, но пока еще являются негражданами. Мы выступаем за то, чтобы все рекомендации международных институтов, которые на этот счет были приняты и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в соответствующих комитетах Организации Объединенных Наций, выполнялись не больше и не меньше. Считаем также необходимым вновь привлечь внимание к недопустимости попыток героизации бывших легионеров ВАФНСС. На этот счет принята резолюция и не одна Генеральная Ассамблея ООН. И мы будем продолжать эту тему ставить в наших отношениях с представителями Евросоюза и других западных стран. Мы также отметили, что не способствует нашим добрым отношениям действия по внесению в так называемые черные списки российских деятелей культуры, политологов. Мы вынуждены были реагировать адекватно на основе принципа взаимности. При всех этих раздражителях, я считаю, что наши переговоры сегодня прошли в доверительном, конструктивном ключе. Мы не пытались скрыть друг от друга или утаить какие-то озабоченности, говорили об этом прямо, по-соседски. И это помогает лучше друг друга понять. И убежден, что такой разговор является единственным правильным для того, чтобы последовательно, постепенно снимать накопившиеся проблемы. Это не просто сделать, занимает время, но я считаю, что двигаться нужно начинать уже сегодня. Я благодарю своего коллегу и предоставляю ему слово. Спасибо. Большое спасибо. Как коллега уже отметил, то цель моего визита сегодня здесь, в Москву, это, во-первых, от имени Евросоюза и в тесной координации с высоким представителем по внешней политике, госпожой Федерикай Магерине, обсудить ряд вопросов. Евросоюз, Россия, конечно, ситуация в Украине. А также, в принципе, в некотором смысле это разведка, потому что 19 января министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать отношения с Россией, вопросы, скажем, о регулировании ситуации в Восточной Украине. Я хотел бы поблагодарить господина министра за очень открытый и конструктивный процесс переговоров. Как он отметил, мы не скрывали своих позиций, мы искали тоже точки соприкосновения. По Украине, я думаю, что еще сегодня вечером, когда будет в Белине происходить встреча так называемого нормандского формата, все же удастся продвинуться и искать тоже точки соприкосновения и регулировать ситуацию. С нашей стороны, я бы хотел отметить, что мы считаем, что Минское соглашение должно быть базой и выполняться. Особенно такие аспекты, как разделительная линия, мы тоже говорили о процессе конституционной реформы. Так как я побывал с визитом в Киеве в субботу и встречался тоже с министром иностранных дел Украины, президентом, премьер-министром, то мы тоже обсудили некоторые аспекты этого. Мы тоже считаем, что все же, как можно скоро контроль над российско-украинской границей должен быть передан украинской стороне. Я думаю, что процесс урегулирования, процесс переговоров будет еще очень сложным. И я думаю, этот процесс еще займет некоторое время, потому что мы видим тоже сейчас, разговаривая со всеми сторонами, что есть тоже серьезные разногласия. По вопросам сотрудничества Евросоюз-Россия, я хотел бы особенно отметить, что, конечно, ключ находится сейчас в ситуации, как она будет развиваться в Украине. Это одно. Но другое, мы тоже видим возможность диалога по некоторым вопросам. Это вопросы и борьбы с терроризмом, это вопросы тоже, как возможно снять очень много стереотипов, которые у обоих сторон сложились и по восточному партнерству, особенно вопросы по договору о свободной торговле. Мы также обсудили ситуацию безопасности в регионе Балтийского моря. Думаю, что мы продолжим консультации. Тут нам надо уточнить некоторые информационные, скажем, вопросы с обоих сторон. Но, я думаю, мы согласны с тем, что все же ситуация, особенно безопасность в регионе Балтийского моря, должна тоже рассматриваться на наших отношениях. И, конечно, у нас остаются принципиальные разногласия, об этом мы тоже говорили. Это и вопрос Крыма, это вопрос тоже того, как мы оцениваем некоторые события прошлого и будущего. Но, в целом, я думаю, что у нас состоялся, я здесь согласен, конструктивные, открытые обменениями. По двусторонним вопросам, ну, да, мы обменялись позициям по известным вопросам. Думаю, что здесь у нас есть есть некоторые разногласия, видения некоторых аспектов и истории, и того, что касается неграждан. Но, со своей стороны, хотел бы сказать, что мы тоже нацелены на то, чтобы все же и на двустороннем уровне искать точки соприкосновения. Ну, и, конечно, очень многое в будущем в этих отношениях будет зависеть от того, как будут развиваться, конечно, в целом отношения Евросоюз-Россия. Так что, последнее, что бы хотел сказать, мы тоже договорились еще раз проработать вопрос о договоре по бассейну Западной Двины. Это, я думаю, тоже очень хороший пример тому, как Латвия, Россия, Беларусь может работать вместе с Евросоюзом и по региональному сотрудничеству, и по вопросам охраны окружающей среды. Так что, мне будет о чем рассказать коллегам 19 января, и потом уже будем, я думаю, работать дальше по некоторым вопросам общего урегулирования в Европе по вопросам безопасности. Спасибо. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, вопросы. Начнем с наших латвийских коллег. Вести сегодня, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вопрос к обоим министрам. При каких условиях могли бы быть отменены санкции и черные списки? То есть, что будет расценено как достаточный позитивный сигнал для этого? Спасибо. Мы санкции не вводили, мы не начинали эту санкционную спираль раскручивать. Мы неоднократно говорили, что нам тут намекают не латвийские коллеги, а некоторые другие. Давайте, мол, согласуем критерии, вот вы эти критерии выполните, и тогда мы будем санкции снимать. Мы ничего не легитимные, контрпродуктивные, рестриктивные меры. От них страдают все, в том числе и мы, но мы точно совершенно из этой ситуации выйдем. Даже, я думаю, с плюсом наши европейские партнеры, которые на себе ощущают негативное воздействие санкций, должны делать выводы сами. Это их проблема, это не наша проблема. Я бы хотел еще раз озвучить ту позицию, которую мы озвучали довольно много раз и в интервью, и тоже как Евросоюз и Латвия. В частности, мы считаем, что санкции, которые касаются ситуации Восточной Украины, могут быть отменены тогда, когда мы видим не только, скажем так, соглашение, которое подписывается. У нас уже довольно много хороших соглашений, довольно хороший формат. Мы сегодня говорили, есть Шеневское соглашение, есть Минское соглашение, даже говорили о соглашении 21 февраля прошлого года в Киеве. Но мы тоже видим, что пока не Минские соглашения не выполняются, есть проблемы. И с этой точки зрения, я бы сказал, если мы видим реальный прогресс, то я думаю, что Евросоюз будет готов серьезно рассматривать вопрос о смягчении или отмене санкций. Я тоже всегда подчеркивал, что санкции это не самоцель. Санкции не от хорошей жизни вводятся, но от того, что мы видим, что в принципе политический диалог сам по себе не дает, скажем, ложительных результатов. И если, конечно, не дай бог, ситуация будет осложняться, но мы не можем исключить тоже и дальнейших мер. Это не угроза никому, это просто, я сейчас подчеркиваю нашу принципиальную позицию. По поводу черных списков, да, мы говорили, но не только о тех вопросах я даже не коснулся здесь, черные списки тоже, в принципе, появились от того, как развивалась ситуация в Украине, от того, что мы, и здесь у нас есть принципиальные разногласия, это мы не утаиваем ни от кого, что мы считаем те действия по аннексии Крыма, по, скажем, развитию ситуации в Восточной Европе неправильными. Ну, так что будем смотреть комплексно на эти вопросы, но, как я сказал, сегодня я услышал тоже некоторые идеи. Я думаю, что у нас есть потенциал продвинуться, но это уже зависит и от Евросоюза, и от Российской Федерации, и от Украины. И мы все знаем, что иногда конфликты начинаются очень-очень легко, а их заканчивать иногда очень трудно, непросто, и это просит очень много-много времени. Спасибо. Вопрос от агентства ТАСС, пожалуйста. Владимир Костерев, ТАСС. Сергей Викторович, сегодня Вы принимаете участие во встрече в Берлине с главами МИД Франции, ФРГ и Украины. Каковы ожидания от этой встречи в контексте урегулирования на Украине? Ждать ли прорыва? Спасибо. Мой коллега уже сказал, что форматы есть разные, и самое главное, чтобы эти форматы работали не только на производство бумаги, но и способствовали практическому воплощению того, о чем договаривались. Пока ни один из форматов этим похвастаться не может. 21 февраля, о чем здесь уже говорилось, соглашение было подписано об урегулировании кризиса на Украине на основе национального единства. Соглашение было растоптано в результате государственного переворота. Обязательства, которые в нем содержатся, просто похоронены, включая обязательство распустить незаконные вооруженные формирования, которые, в общем-то, этот государственный переворот и совершили. 17 апреля в Женеве было принято заявление «Россия, США, Евросоюз, Украина», в котором содержалось обязательство немедленного начала конституционной реформы, транспарентной, инклюзивной, всеобъемлющей, подотчетной, с участием всех регионов, всех политических сил. Учитывая, что сегодня уже январь 2015 года, то записанное 17 апреля 2014 года слово немедленно, наверное, уже не отражает то, что мы хотели бы увидеть. Нормандский формат был сформирован по инициативе наших европейских партнеров в июне прошлого года, и цель его была найти основы для прямого диалога между конфликтующими сторонами. И эта задача в значительной степени была реализована, когда состоялись минские встречи в сентябре прошлого года, 5 сентября и затем 19 сентября. Там были приняты документы, минский протокол и минский меморандум. Кстати говоря, еще раз о санкциях и о природе этих санкций, сентябрьский пакет санкций Евросоюза был принят наутро после подписания минских договоренностей. Достаточно специфическое было решение, хотя я знаю, там есть подводные течения, и тогдашнее руководство в Брюсселе нарушило условия, которые были согласованы для объявления этого пакета санкций. Но тем не менее, на публику никто ничего не сказал, никто не жаловался публично. Это просто отражение подхода наших западных коллег. Мы говорили сегодня об этом откровенно. Наутро после подписания минских договоренностей, которые озаглавлены предложения по реализации мирного плана президента Порошенко и инициатив президента Путина, наутро объявляются антироссийские санкции. А секторальные санкции, кстати, экономические, Запад объявил под предлогом катастрофы малазийского Боинга. А сейчас наши западные коллеги вообще забыли про эту проблему, и Россия в одиночку напоминает о том, что неплохо было бы все-таки показать хотя бы промежуточные результаты расследования и объяснить, почему это расследование велось с грубейшим нарушением норм, которые приняты для такого рода случаев в рамках Международной организации гражданской авиации. Но это отступление. Вот поэтому мы нормандский формат на данном этапе рассматриваем как формат, который решил главную задачу, способствовал началу прямого диалога, способствовал подписанию минских договоренностей, и рассчитываем, что эта встреча сегодняшняя в Берлине поможет стимулировать полное всестороннее выполнение всего того, о чем договаривались в Минске. Разумеется, этот формат не может сам заниматься выполнением этих договоренностей. Выполнять договоренности должны прежде всего стороны конфликта. Это украинские власти и представители территорий в Луганской и Донецкой областях. Главным является, конечно же, прекращение огня. Нас очень тревожит, что обстрелы возобновились. Российское телевидение показывает с места событий, как в очередной раз разрушаются гражданская инфраструктура, жилье, мирные жители страдают. Киевские власти обвиняют ополченцев в том, что они нарушают перемирие. Поэтому надо как можно скорее добиться полного и безусловного прекращения огня. Идут споры вокруг линии разграничения. Считаю, что это уже становится контрпродуктивным. Да, нужно продолжать договариваться, но это не значит, что несогласованное количество каких-то там нескольких километров должно использоваться как повод для возобновления использования тяжелых орудий, систем ГРАД, минометов и так далее. Самое главное, все сходятся в том, что нам важно поддержать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины, включая регионы, которые сейчас находятся в Луганской и Донецкой областях, провозглашенные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Но для этого самое главное – обеспечить решение системных проблем. А наиболее серьезной системной проблемой является отсутствие какого-либо прогресса, какого-либо движения даже в проведении конституционной реформы с участием всех регионов, всех политических сил Украины, опять же того, о чем договаривались еще в апреле прошлого года. Пока такой процесс не будет начат, будут сохраняться искушения у так называемой партии войны решить проблему восстановления и обеспечения территориальной целостности Украины не на основе выстраивания общенационального согласия и обеспечения консенсуса в обществе, а на основе очередного силового сценария. Это неприемлемо, это будет разрушительно для наших украинских соседей. Там много еще чего было записано в минских договоренностях, включая и необходимость прекращения и недопущения преследований участников событий на юго-востоке Украины, включая разработку программы экономического восстановления Донбасса. Вместо этого мы видим попытки экономически и, так сказать, логистически изолировать эти территории. Там же записана и необходимость разработки закона об особом статусе провозглашенных республик. Ничего этого пока не делаются. Но хорошо, что Евросоюз не наказывает украинские власти за то, что они не выполняют минские договоренности, потому что украинская экономика и так находится в плачевном состоянии. Спасибо. Латвийское телевидение, пожалуйста. Гундар Средерс, Латвийское телевидение. Мне вопрос господину Лаврову, вопрос, который настораживает жителей балтийских стран после украинских событий, когда слышны разные высказывания о возрождении бывшего Советского Союза, о собирании русских земель и так далее. Вопрос, считает ли Россия Латвию и балтийские страны частью так называемого русского мира? И как вы собираетесь отстаивать интересы этого мира? И есть ли такой сценарий, когда Россия готова применить силовые методы для защиты этого мира? Спасибо. У вас несколько разные прозвучали оттенки. Вы сначала сказали, что всех пугает желание России восстановить Советский Союз, стремление к собиранию русских земель. Я просил бы, если у вас есть конкретные источники, предоставить мне цитаты из выступлений кого-либо из российских представителей официальных, кто предлагал бы восстанавливать Советский Союз или собирать русские земли. Русский мир – это совершенно другой вопрос. Русский мир – это культура, язык, ценностные ориентиры, религиозные ориентиры. Это аналогия, наверное, не очень идеальна, но франкофония, например. Ибероамериканское сотрудничество, основанное на испанском языке и испанской культуре, Институт Конфуции, Институт Гёте, Институт Сервантеса. Это термин, который объединяет людей, воспитанных не только русских, не обязательно русских, но воспитанных либо на основе русской культуры, либо воспитанных в уважении к русской культуре, в любви и интересе к русскому языку, к русской литературе, к русскому искусству. И, как любая нормальная страна, которая заботится о сохранении своего культурного наследия, мы, конечно же, поддерживаем и будем расширять связи с этими людьми всеми абсолютно легитимными методами, включая создание центров науки и культуры, включая создание различных центров по линии фонда, на которой в России был создан фонд «Русский мир», включая через поддержку наших соотечественников, для этой цели тоже создан фонд, поддержку наших соотечественников, которые оказываются в ситуации, когда им требуется юридическая помощь для отстаивания своих прав в тех странах, где они проживают. Мы заинтересованы в том, чтобы, если говорить о Латвии, чтобы русские в Латвии чувствовали себя абсолютно равноправными гражданами. Они этого хотят. Они не хотят Советского Союза, они не хотят уехать из Латвии, приехать в Россию, не хотят бросать свои дома, где жили их родители, где они родились. Кстати, когда проходил референдум в Латвии, да и в Эстонии тоже, о выходе из состава Советского Союза, то голоса этих русских учитывались для того, чтобы посчитать итоги референдума. Более того, даже сейчас, когда определяется квота для Латвии и для Эстонии по выборам депутатов в Европарламент, учитывается общее количество населения, включая так называемых неграждан. То есть они помогают Латвии иметь больше депутатов в Европарламенте. Так вот, если их голоса были так нужны для того, чтобы обеспечить позитивное голосование в пользу независимости на референдуме, то как же можно, если по-честному вести дела, после этого взять и превратить их в людей второго сорта? Они хотели независимой Латвии, в которой могли себя в безопасности и равноправными гражданами. Им в этом отказывают. А что касается методов их поддержки, я уже сказал, мы выступаем только за то, чтобы были реализованы в полном объеме рекомендации, которые приняты на сей счет в Совете Европы, в ОБСЕ и в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации. Не больше и не меньше. Эти рекомендации хорошо известны, они не угрожают суверенитету Латвии, не угрожают безопасности латвийского государства и рассчитываю, что те пока еще не полные меры, которые предпринимаются, они будут продолжены и в итоге все рекомендации международных структур будут выполнены. Я убежден, что это в интересах латвийского государства в целом. Мне просто добавлю, как вы знаете, эти вопросы постоянно стоят на повестке дня латвийско-российских отношений. У нас здесь, конечно, есть разногласия. Мы, в принципе, считаем, что неграждане, те, которые живут уже довольно долго в Латвии, если они выполняют условия закона, знают язык, знают конституционные основы и историю, они довольно легко проходят процесс натурализации. Я думаю, что здесь, конечно, мы должны смотреть на то, что есть такие, которые в принципе не хотят проходить эту процедуру, есть такие, которым это просто не нужно. И я думаю, что здесь, конечно, Латвия, в принципе, довольно хорошо выполняет уже те рекомендации международных организаций. Но, конечно, мы всегда этот вопрос обсуждаем с коллегами и на уровне министров иностранных дел, на уровне министерств. Но здесь, конечно, у нас подход довольно разный. По вопросам русского мира, конечно, мы видим, что эта концепция и развивается. Но я думаю, эту концепцию мы еще должны немножко обсудить с нашими коллегами, чтобы получить более детальное такое разъяснение. То, что я сегодня слышал, это, я думаю, тоже одно из таких возможностей переговорить вопросы, которые волнуют тоже и жителей балтийских стран. — Спасибо. Телеканал Life News, пожалуйста. — Здравствуйте. Телеканал Life News, Регина Орехова. Если позволите, вернемся к ситуации на Украине. У меня вопрос к обоим главам ведомств. На фоне терактов в Париже начались обстрелы на юго-востоке Украины. И вот по данным ополченцев, обстрелы эти ведутся по жилым кварталам Донецка, в том числе это больницы и школы. Ведутся они со стороны поселка Пески, где сейчас дислоцируются вооруженные силы Украины. Уже за последние три дня погибло 6 человек и 16 раненые. Это мирные граждане. Так вот, складывается ощущение, что киевские власти сейчас просто воспользовались тем, что внимание мировой общественности привлечено к терактам в Париже, ко Франции и просто дают команду на обстрелы города. Я прошу прокомментировать ситуацию. Спасибо. Я начну с вашего позволения. Я бы не стал делать параллели между ситуацией во Франции и на Украине. Я не думаю, что партия войны, которая в Киеве по-прежнему обладает очень сильными позициями, нуждается в каком-то обосновании для того, чтобы свои планы выстраивать. У нас есть информация, весьма тревожная. Мы ее сейчас перепроверяем, о том, что действительно силовики готовят в обозримом будущем очередную попытку силового решения проблемы. Это будет катастрофой. Есть информация, которую, собственно говоря, не отрицают украинские руководители, о том, что объявлена мобилизация. Напоминаются разные цифры, но от 50 до 200 с лишним тысяч человек должны быть мобилизованы в армию другие силовые структуры. По-прежнему нет никакой ясности в том, каков статус так называемых олигархических батальонов, которые непонятно кому подчиняются. По-прежнему действуют незаконные вооруженные формирования типа правого сектора, которые тоже отказываются под чьё-либо начало легитимное вставать. Мы говорили сегодня с господином министром о том, что Евросоюз направил на Украину, она уже начала там действовать, миссию по содействию реформам в гражданском секторе безопасности. Мы очень рассчитываем, что эта миссия поможет разобраться вот в этих проблемах с незаконными отрядами, хорошо обученных, хорошо вооруженных людей, которые контролируют значительную часть украинской территории и многие из которых подозреваются в причастности к серьёзным преступлениям, в том числе в связи с известными фактами, когда в Донецкой области были обнаружены массовые захоронения. Поэтому мы независимо от того, что происходит в Париже, что происходит в Сирии, в Ливии или где бы это ни было ещё, будем от наших западных партнёров, которые имеют влияние на украинское руководство гораздо большее, чем кто-либо другой, будем требовать, чтобы они разобрались с этими планами и не позволили партии войны в Киеве, обрушить все те хрупкие весьма надежды, которые были порождены минскими договорённостями. Не может быть иного решения украинского кризиса, кроме как мирное политическое урегулирование. Вкратце я бы хотел сказать, что я получаю очень противоречивую информацию. И когда я был в Киеве, то мы тоже много говорили с украинскими коллегами, и они тоже проинформировали нас, что по окончании праздников Рождества начались обстрелы. Они говорят о том, что это делают, вы их называете ополченцами, я их больше называю сепаратистами. В принципе, я бы хотел видеть отчёт информации от наблюдательной миссии ОБСЕ. Я бы не спешил сейчас с выводами, кто виноват, но где я хотел бы особенно подчеркнуть. Я тоже считаю, что деятельность такого рода, независимо от которой стороны, она не способствует процессу урегулирования, она только создаст дополнительные проблемы. И тогда, конечно, вопросы политического урегулирования, та надежда, которая всё же есть, она отодвигается. Но здесь я бы хотел особенно подчеркнуть, что та информация, которая есть у меня, она тоже свидетельствует о том, что есть определённого рода военные действия, которые предпринимаются и тоже со стороны этих людей, которые называют народными республиками Донецка и Луханска. И что касается ситуации во Франции, я здесь абсолютно согласен с коллегой. Я думаю, что такие какие-то параллели там мы не можем никак связывать. Это всё же абсолютно разные, скажем, ситуации и вопросы. — Спасибо. — Короткий последний вопрос с агентства «Блумберг», пожалуйста. — Добрый день. Вопрос министру Лаврову, гендеример агентства «Блумберг». Вы вчера были в Париже, принимали участие в счастье, посвященном трагическим событиям, которые произошли на прошлой неделе вместе с больше полтора миллиона французов и представителей десятки стран. По вашему мнению, может ли всё-таки международная солидарность, которая в последнее время открепилась в связи с этими терактами во Франции, как-то сблизить позиции Запада и Россия по другим вопросам, в том числе украинскому кризису? Спасибо. — Ну, опять же, я бы не стал это увязывать одно с другим. Наши западные партнёры пытаются такую вязку делать, когда говорят, ну вот вы ведите себя хорошо по Украине, тогда мы восстановим с вами сотрудничество по другим направлениям. Ну, не по-взрослому это звучит. По-взрослому надо понимать приоритеты. И главные для всех угрозы. Этой угрозой сейчас является терроризм, который подпитывается наркотрафиком, организованной преступностью. И понимание того, что нужно не допустить того, чтобы эта общая угроза расширялась и углублялась, это понимание растёт. Я его почувствовал вчера в своих многочисленных беседах в ходе участия в мероприятиях так называемого республиканского марша в Париже. Сегодня мы тоже об этом говорили. Есть понимание, может быть, пока ещё у наших западных партнёров не стопроцентное по географическому охвату, но усиливающееся. Понимание того, что интересам борьбы с этим общим для всех злом, борьбы с терроризмом, не отвечает состояние, когда механизмы антитеррористического взаимодействия по линии России и Евросоюз, по линии Совета России и НАТО оказались замороженными по инициативе наших западных партнёров. Взаимодействие сейчас прервано. Между тем, террористы своего взаимодействия, взаимодействия между собой не прерывают. И террористическая активность границ не признаёт и не знает. Просачиваются террористы из одной страны в другую, из восточной части Европы в западную, оттуда в южную, оттуда через Средиземное море и так далее. Те два брата, которые совершили нападение на редакцию журнала в Париже, как известно, осваивали искусство террора в Сирии, воюя, кстати, на стороне тех, кто решал задачу, поддерживаемую нашими западными коллегами, задачу свержения Башара Асада. И там повоевали, поехали в отпуск во Францию, где и совершили страшные преступления. Поэтому эти террористы, знаете, сейчас исламское государство, это страшная структура, которая требует все гораздо больше внимания и гораздо более серьёзного противодействия, она уже появляется, её эмиссары появляются не только на тех территориях Сирии и Ирака, где объявлен так называемый халифат, но и в Ливии, в Ливане и уже на севере Афганистана. Там рукой подать до Центральной Азии. Поэтому и оттуда же эти люди взаимодействуют с теми, кто устраивает теракты в Европе. То есть террористы взаимодействуют по широкому очень фронту и не обижаются друг на друга. И ответ террористам должен основываться не на каких-то личных пристрастиях, личных обидах, желании доказать, кто главный, а он должен основываться на ответственном анализе проблемы и на понимании необходимости срочного взаимодействия и по линии политической, по линии дипломатической, по линии спецслужб, военных, правоохранительных органов. Механизмы такие существовали и действовали достаточно эффективно. Они были заморожены не по нашей инициативе. Повторю ещё раз, я почувствовал, в том числе во вчерашнем кратком разговоре с президентом Франции Франсуа Ландом перед началом церемонии, я почувствовал желание преодолеть эту нездоровую ситуацию. Спасибо. Спасибо всем за внимание.